И так, подведем итог, господин первый министр. Считано, ученого мы купим? Или убьем? Каким образом мы это сделаем? Самым деликатным. Ну то есть, ну! В этом деле замешано такое чувство, как любовь. Я намерен расправиться с ученым при помощи дружбы. Дружбы? Нужно найти человека, который находится в дружбе с нашим ученым. Друг знает, что он любит, что ненавидит, на что его можно купить, что для него хуже смерти. Я уже отдал приказ в канцелярии добыть друга. Это ужасно. Почему? Ведь ученый приезжий, это друга ему придется выпить из-за границы. А по какой гробе я проведу этот расход? Каждое нарушение сметы вызывает у моего главного бухгалтера горькие слезы. Он будет рыдать, как ребенок, а потом пойдет в бредовое состояние и прекратит выдачу денег всем. Даже мне, даже мне, министру финансов. Даже вам. Это же ужасно. А что же делать? А я не знаю. А кто знает? Это что, начинается? Пожалуйста, если это начнется, то не со стороны дворцовых лакеев. Так это что, не бунт? Нет, это просто дерзость. Кто вы? А? Нет, вот этого вы ищете. Я друг ученого. Я ближайший друг его. Мы не расставались с колыбели до последних дней. Послушайте, любезный. А вы знаете, с кем вы разговариваете? Да. Так почему же вы не называете меня ваше превосходительство? Простите. Ваше превосходительство. А-а-а. Вы приезжий. Я появился на свет в этом городе, ваше превосходительство. И тем не менее, вы являетесь другом приезжего ученого. Я как раз тот, кто вам нужен, ваше превосходительство. Я знаю его как никто другой, а он меня совсем не знает, ваше превосходительство. Странно. Нет. Если вы разрешите, я скажу, кто я, ваше превосходительство. Говорите. Ну, что вы озираетесь? Разрешите, я напишу на песке, кто я, ваше превосходительство. Пишите. Есть! Что вы на это, ска? О, подходя. Только будьте астеро, а то жаломиться, ну. Кто устроил вас на службу во дворец? Господин Сазельбон, это же господин Петро, ваше превосходительство. Вам знакомы эти имена? Да. Вполне надежные людоеды. А вы не узнаете меня? Проститель, нет. Посмотрите внимательнее. Что такое? Мне кажется, что я вас знаю. И очень хорошо знаю. Но? А ведь мы столько лет прожили вместе. Что вы говорите? Уверяю вас. Я следовал за вами неотступно. Но вы только изредка бросали на меня непрежний взгляд. А ведь я часто бывал выше вас. Я поднимался до крыш в самых высоких домов. Обычно это случалось в лунные ночи. Так значит, вы... Да. Я ваше теле. Почему вы так недоверчиво смотрите на меня? Ведь я всю жизнь со дня вашего рождения был так привязан к вам. Нет, я просто... Вы сердитесь на меня за то, что я покинул вас. Но вы же сами просили меня пойти к принцессе. И я немедленно выполнил вашу просьбу. Когда мы с вами выросли среди одних и тех же людей. Когда вы говорили... Мама, я беззвучно повторял то же слово. Я любил тех, кого вы любили. Ваши враги были моими врагами. Когда вы хворали, я не мог оторвать головы от подушки. Вы поправлялись. Поправлялся и я. Так неужели после целой жизни, прожитой в такой тесной дружбе, что я бы мог вдруг стать вашим врагом? Конечно, нет. Ну, садитесь, старый приятель. А я вот болел без вас. Да, ну, теперь я уже поправляюсь и чувствую себя хорошо. Знаете, сегодня такой прекрасный день, что у меня душа раскрыта. Хотя вы знаете, я не люблю подобных слов. Но вы просто тронули меня. Да. Ну, а что делали вы все это время? Или нет? Давайте сначала перейдем на ты. Спасибо. А я оставался твоей тенью. Вот что я делал эти дни. Прости, я тебя не понимаю. Ты послал меня к принцессе. Сначала я устроился помощником главного лакея во дворце. Потом я поднимался все выше и выше. А с сегодняшнего дня я чиновник особо важных дел при первом министре. Бедняга. Я же понимаю, как трудно быть среди этих людей. Но зачем ты это сделал? Я это сделал ради тебя. Ради меня? Ты ведь сам не знаешь, какой страшной ненавистью окружен с тех пор, как ты полюбил принцессу, а принцесса тебя. Все они готовы съесть тебя. И съели бы сегодня же, если бы не я. Да не может быть. Я среди них, чтобы спасти тебя. Они мне доверяют. Они мне поручили дело номер 89-89. А что это за дело? Это дело... На замужестве принцессы. Не может быть. Вот.